Друзья, всем привет! Еще раз напоминаю, сегодня 4 февраля 2021 год, время 6 часов вечера, уже 7. Никакой информации по нашим ребятам, то ли задержанным, то ли похищенным, вот на эту минуту пока еще никакой информации нет. Со мной на связи также их близкие, их родственники, тоже никакой информации они не обладают. Непонятно, то ли ребят задержали, то ли похитили. Почему похитили? Потому что задерживать их не было никаких оснований. Ребята живут безвылазно в лагере уже больше года, некоторые. Полицейские туда наведывались каждую неделю по несколько раз. Ребята не знали, как облупленных, и в лицо, и по фамилиям. Всю информацию о ребятах они уже знают. Соответственно, не было у них никаких неориентировок, не было никаких жалоб со стороны на ребят. То есть не было причин задерживать так надолго людей и оставлять их без связи с внешним миром. То есть люди уже полсуток и не могут связаться ни с близкими, ни с родственниками. Все люди сейчас переживают и все на нервах, потеряли своих близких. И еще момент. Наш друг Владимир Когут из Архангельска. Кстати, это парень, которого придавил ей ковшом два года назад, мусорщик Козлов. Владимир очень классный юрист, сейчас занимается всеми делами шиескими в том числе. Он обзвонил дежурную часть ОМВД Поленскому району в Яринске. В дежурной части сказали, что не знают никакой операции, не знают никаких задержанных в шиесе. Второй звонок он сделал заместителю начальника ОМВД Поленскому району, Радюшину Василию Георгиевичу. Замначальника тоже не обладает никакой информацией ни о спецоперациях, ни о задержанных. То есть полицейские, чья земля шиес, не знают, что у них на земле происходит и не обладают никакой информацией о задержанных. Они не знают, что вообще там происходит, не знают, кто туда уехал, чьи машины, чьи полицейские там находятся. И вообще полицейские ли? Может это какие-нибудь бандиты, переодетые в полицейскую форму. Так что, друзья мои, говорю еще раз, напоминаю, на эту секунду нет никакой, на эту минуту нет никакой информации по задержанным. Ждем, выясняем. Сейчас вставлю эти звоночки, которые делал Владимир Когут в дежурную часть и замначальнику, и послушайте, какие были разговоры и какие были ответы. Полиция дежурная часть Зародский. Здравствуйте. Когут Владимир Андреевич вас еще беспокоит. Скажите, пожалуйста, информацию о задержанных на станции Шиес. О задержанном кого? Люди есть задержанные на станции Шиес? У меня задержанных нет. У вас нет? Вы вообще не владеете информацией? Нет, нет, нет. Я вам могу сказать, у меня задержанных нет. Нет, просто надо понять, что вообще происходит, и что делают сотрудники, и вообще на каком основании людей на станции Шиес задерживают. Ну, не знаю, если что-то такое происходит, может, это как-то не зря происходит? Ну, так может быть и не зря. Вы-то в курсе вообще? Нет, я говорю, вот вы просто говорите сами, да, что там что-то происходит. Значит, что-то так просто не происходит? Вы там сами уточните для себя, там, у вас же есть, там, люди, которые... Я не знаю, я не могу вам ничего пояснить. Если бы я знал, я бы вам с удовольствием пояснил. Хорошо, благодарю вас. Хорошо, всего доброго. Слушай, Василий Георгиевич Радюшин. Да. Смотрите, колгос Владимир Андреевич вас беспокоит. Все телефоны раздвора я записываю. Доклассникова Сергея Владимировича дозвониться не могу. Дежурность части Явенской мне тоже информацию никакой не могут пояснять и говорить, что не знают. По станции Шиес меня интересует, что за сотрудники полиции в колесе 11 машин там находятся. Вы что-нибудь знаете об этом? Без понятия. Никто ничего не докладывал. Вы не в курсе? То есть это сотрудники полиции не с Ленского района? Возможно. Не могу ничего сказать. А классников на месте нет? Я до него с Владимиром дозвониться не могу. Не знаю. Только-только в совещание пришло бы в администрацию. То есть на совещание ничего? То есть это не сотрудники полиции Ленского района? Я без понятия. Я не могу ничего сказать. Я там не был на месте. Откуда я знаю? Какие там сотрудники? Какие там машины? Так что тогда делают посторонние какие-то сотрудники на вашей территории? Мне вот этот вопрос интересует тогда, если это не ваши сотрудники. Я не знаю. Наши. Может быть там и наши. Откуда я знаю? Я там не был на месте. Что я могу пояснить? Ну так там проходит какая-то операция, спецоперация? Я не знаю. Никаких спецопераций не проходит. То есть вы по этому поводу тоже пояснить ничего не можете? Нет. Благодарю вас. Спасибо.